Привет, с вами Крюкова, меня зовут Ольга и я знаю, что вы любите видео о закупках не знаю почему, но любите и сегодня у нас видео не совсем о закупке, вернее совсем не о закупке о том, что в нашем городе ликотным категориям граждан раздали вот такие мешочки, вот такие вот видите, здесь написано Липецк это вот герб, ну имитация скорее всего, герба нашего города а здесь написано Нелла Мака, это наш новолипецкий металлургический комбинат это такая альма-матер всех наших горожан, это вот такой завод, вокруг которого построился наш город, вот видимо город с заводом скооперировались и решили выдать 8,5 тысяч, специально посмотрела вот таких вот пакетов я так и не поняла, к чему их выдали, нам недавно приносили пакет за депутата не скажу за какого, потому что как-то это было не очень принесли пакет и сказали и обязательно проголосуйте вот, ну этот пакет нам выдали прям вот просто так, сказали приезжайте, забирайте но он тяжелый, поэтому имейте ввиду, здесь в общем больше 10 килограмм муж у меня посчитал этот пакет чуть больше полторы тысячи рублей здесь продуктов и мы относимся еще год будем относиться к льготной категории многодетных, поэтому вот такие счастливчики я, честно говоря, думала, что это не особо кому-то интересно но по вопросу моему инстаграм я увидела, что да, пожалуйста, сделайте обзор покажите, показываю карантинный, антикризисный пакет для многодетной семьи поехали кукурузные палочки чему очень обрадовалась Марта старшая, не знаю в детстве очень любили ну, наверное, Марта с ним поделится где-то около 30 рублей примерно цены будут называть точно не знаю коровка хочешь быть как коровка ешь конфеты коровка это, конечно, шутка но в каждой шутке да, или шутки конфеты, конечно, вкусненькие ну, тут, в принципе, 6 тортиков нам по одному тортику на каждого человека и девочкам там на всех еще один поэтому, я думаю, не сильно калорийно а конфетки, кукурузные сколько стоят, точно не знаю что-то, наверное, около 100 рублей это вот Алексей и он говорит, наверное, нас прослушивать потому что я недавно сказала что у меня закончился кофе не с кафе Голд я кофе не пью наверное, хороший я знаю, в магазине всегда ищут именно Голд говорит, что он хороший по-моему, около 300 рублей если я не точно цену называю вы уж меня не описывайте у меня на цифры плохая память тушенка, вот прям хорошая реально мясо цыпленка одна никогда такое не пробовала но вот будет шанс попробовать я думаю, будут неплохие макарошки или гречка с такой тушенкой что вы делать с тушенкой напишите в комментариях потому что мы очень любим делать, ну, всякие крупы, булгур с такой тушенкой а это цыпленок это должно быть немного полезно низкокалорийно я думаю, что может быть, нам даже понравится и мы будем покупать главпродукт тоже не знаю, сколько стоит наверное, рублей 100 стоит тушенка так воду, что мы не покупаем вообще никогда но дети старшие уже тоже практически не едят Марта еще где-то у кого-то в гостях за праздничным столом может таскать но старшие уже не едят я не люблю вообще колбасу но муж сказал что колбаса хорошая он посмотрел там на каких-то сайтах он, кстати, любит еще колбасу по-прежнему но он сказал что вот эта колбаса неплохая юбилейная сырокопченая кстати, сырокопченая я так люблю но не колбасу а такое мясо когда сырокопченый ну, попробуем колбасу что с ней делать сколько у нее сурогодности может ее на какой-то оставить праздник долежит она о, у нас у Лера скоро день рождения в среднем такая палочка стоит чуть меньше 300 рублей ну, где-то около 300 рублей масло масло крупа это прям самое что ни на есть супер масло Слободар где-то 100 рублей бутылка ну, как бы масло и масло растительное масло оно всегда нужно всегда есть если колбаса это ну, я считаю что не совсем то что нужно хотя порадовать людей например, льготной категории которые оказались в сложной ситуации вот реально на самом деле им, конечно, приятно и тушенка хорошая и конфетки сладкие и колбаса молодцы тоже подумали о том чтобы людей побаловать вот и колбаской сок яблочный март сразу хватило сок мне дайте сок я говорю дай снять пакет сниму и отдам тебе сок ну, не сок а нектар на сути сэкономили сок рублей 60 такой стоит хотя у нас лебедянь это прям вот родина многих соков которые продаются по всей России вы знаете наши лебедянские соки кто-то из вас я марки сейчас точно не назову они периодически меняются но прям вот много соков и почему-то выбрали именно нектар хотя мы просто область яблочная которая содержит всю Россию соками так сгущёночка молодцы что хочу сказать молоко сгущённое с сахаром не сгущёнка здесь написано сгущёнка никогда не покупайте а здесь вот позаботились молоко сгущённое я беру всегда алексейское ну, в принципе можно брать то, которое со скидкой но главное чтобы было написано молоко сгущённое так, это консервочки они полежат это для нашего папочки он очень любит консервы вот даже снимает поближе никакой другой продукт так близко не снимал потому что он сейчас за камерой сэра в собственном соку классно делать с ней салаты но папа у нас её ест типа гарнира нет, типа белкового блюда в гарниру ещё одна консерва говядина тушёная я всегда когда в магазине покупаю я всегда смотрю чтобы не было написано всякие мясо растительное здесь прям говядина жир говяжий лук, соль, лист лавровый перец чёрный надеюсь, что хорошее если пробовали напишите в комментариях как вам такая тушёнка ну, тушёнка она тоже лишняя никогда не бывает если некогда готовить если надо по-быстрому что-то сообразить на обед гречка с тушёнкой мультиварки и стоять не надо и блюдо и сытное и в принципе не особо вредное рецепт есть у нас на канале вот здесь вам оставлю вверху ссылочку это сыр плавленый мажем на хлебушек но я думаю у нас очень быстро он закончится тоже классный продукт и тоже вот что мне нравится кроме сока странного для меня ну, наверное, как-то компоновали вот все продукты достаточно хорошие не на отстань собран пакет а кто-то собирал молодцы мука пшеничная хлебопекарная всякие готовки у нас бывают иногда редко честно редко но иногда готовим пироги какие-нибудь печеньки орешки всякие там орешницы хоть и недавно мы с мужем снимали видео что мы выбрасываем все и там и орешницы выбрасывали но она приехала назад у нас поэтому орешки тоже по-прежнему иногда готовим крупы смотрите каждый в пакетике запакован это сахар почти все уже минуточку терпения и это рис ну, как бы нормальный средний ну, нормальный я беру я беру рис когда покупаю я беру длинно зерна это шлифованный ну, такой рис я бы максимум купила бы на утреннюю кашу молочную рисовую или принцу собака наш принц ну, ладно есть рис утреннюю кашу и хит данного карантина гречка тоже не знаю хорошая или нет да, в принципе неплохая гречка тоже где-то рублей по 35 не знаю, так цена скачет всегда на эти крупы в разных магазинах но муж у меня сел я ему говорю посчитай чтобы я людям сказала на какую сумму а что если нам посчитать? он мне посчитал 1500 по-моему 26 рублей на разных сайтах посмотрел цены вот так порадовал нашу многодетную семью наш завод вместе с нашим городом кстати, дают ли у вас подобные продуктовые наборы поделитесь, пожалуйста в комментариях потому что когда я в инстаграм выложила сториз на тему вот этого набора очень много людей написали мне что у них нет и очень много людей написали мне что у них есть и мне даже прислали фотографии что у людей прямо там огромное количество продуктов прямо штабелями и типа мне писали что вот видите вот на многодетную семью надо прислать вот такими вот наборами вот как у вас поделитесь пожалуйста в комментариях мне очень интересно если вы хотите смотреть наши закупки дальше на нашем канале поддерживать эту рубрику лайком и обязательно напишите комментарий за что же вы все-таки любите эти видео ну и конечно же подписывайтесь на наш канал крюковые и нажимайте на колокольчик мы стараемся снимать для вас много интересного и самое главное полезного и пока-пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч